В Павлодаре состоялось выездное заседание общественного совета при акционерном обществе «Жилстройсбербанк». Совет был создан для полноценного и объективного информирования общественности о ходе реализации программы «Доступное жилье-2020». В ее состав ошли известные журналисты, общественные деятели и клиенты банка. Члены совета посетили новостройку, которую сдали в эксплуатацию совсем недавно. Они убедились в качестве возведенного жилья и пообщались с новоселами. Новостройка по улице Жаяумысы только принимает новоселов. Шалпанса Генаева – одна из немногих, которая уже живет в новой квартире своей дочери. Эти заветные квадратные метры они получили по программе жилищных накоплений. Для молодежи, по-моему, это очень даже выгодно. Они же сразу же не накопят деньги. Вот по месяцам они платили, накопили и получили квартиру. Так уж получилось, но ее первыми гостями оказались члены общественного совета при «Жилстройсбербанке». Они специально приехали в Павлода, чтобы лично убедиться в качестве сданного жилья. К их удивлению, дом оказался добротный, а вкладчики очень довольны. Лифт работает, в подъездах батареи работают, на полу ламинат, они линолеум, окна закрываются. Но я не видел розеток, которые отваливаются. И самое главное – арифметика вкладов. Она очень проста. Накопил, получил кредит под минимальный процент и живи-нет ужи. Но такой благополучный расклад бывает в редких случаях. В большинстве дома по программе «Доступное жилье» становятся проблемными. Везде в регионах по-разному подходят. Дом сдали, мы знаем, ключи отдали людям. Ни тепла нет, ни электричества нет. Ну как бы, вы понимаете, просто получается так, что начинают рапортовать наверх, что мы такое количество, миллионы квадратов жилья сдали. Члены общественного совета еще раз напомнили исполнителям программы, что каждый дом теперь под их прицелом. И подобные разборы полетов за срывы сроков строительства или жалоб вкладчиков будут вестись во всех регионах. Ирбулабиш Марат Игриков из Павлодара. Арендная двухкомнатная квартира в рамках программы «Нурлыжол» будет стоить порядка 50 тысяч тенге в месяц. Эти цифры озвучил сегодня председатель правления казахстанской ипотечной компании. Азамат Ибудулаев подчеркнул, что компания активно включается в строительство и реализацию жилья по новой программе. За последние 14 лет КИК решил квартирный вопрос 90 тысяч семей. Оценивая динамику жилищного рынка, эксперты отметили, что теперь стране нужны другие методы. И одним из них стало арендное жилье. Казахстанская ипотечная компания уже сдала один такой дом в Алматы. А с января, чтобы ускорить процесс, компания начнет выкупать уже готовое жилье у застройщиков. Суть новой программы в том, что теперь не нужно накапливать первоначальный взнос. Люди въезжают в квартиру и в течение 15 лет платят аренду, после чего становятся собственниками жилья. Мы получаем его от группы Байтирека в виде займа на 30 лет под 0,15 годовых сотых. И, соответственно, существенно снизилось бремя, которое потенциально арендатор может нести в рамках погашения по Нурлужолусу. По городам Алматы и Астаны это порядка 56 тысяч тенге за квартиру 50 квадратных метров, а в остальных регионах порядка 46 тысяч тенге.